Всем привет! Вертикальная новость из Беларуси. Я Алексей Сознательный Гедонист. Как прошла неделя нового 2021 года в свежем выпуске? Прямо сейчас погнали! Год начался ярко во всем мире, Беларусь старается ему не уступать. Так, в одном из дворов местные жители собрались, чтобы встретить праздник, но тут решил приехать ОМОН и праздник, собственно, всем испортить. Нарушали что-то люди и был ли вообще какой-то смысл их задерживать, конечно, нет, но ОМОНу плевать. Угрожая пистолетом, каратель заламывает женщину и отталкивает мужчину, а чуть позже саму этого мужчину заберут в РУВД, где продолжат избивать, и на следующее утро он уже окажется в хирургическом отделении. Но сейчас известно, что его состоянию ничего не угрожает, ну, кроме того, что он живет в Беларуси. А после тяжелых вечерних разгонов мирных граждан ОМОН работать не покладая рук, и так загадка, сколько нужно сотрудников спецслужб, чтобы снять один флаг. Считаем. Итого не меньше четырех. Один снимает, трое смотрят. Ну, нужно же на кого-то наши налоги тратить. Конечно, после таких насмешек боевой дух вояк угасает, и лично бывший президент приезжает к ним в часть, чтобы приободрить. Последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Внимание, теперь гонять мирных людей будет по дворам сам товарищ Александр Григорьевич, ведь он теперь ОМОНовец. В том, чтобы этот знак отличил на двор в Беларуси. Спасибо. Страшно? Правильно, теперь все протестующие будут жесточайше задерживаться и отправляться строить новые ледовые дворцы. Сегодня будет много речи Александра Григорьевича, поэтому потерпите немножко. Вот в поисках своего электората он приехал на легендарный завод «Горизонт». Естественно, легендарный, потому что о гигантской прибыли только легенды и ходят. Реальных цифр почему-то нет. Теперь мы знаем, что такое демократия и настоящие выборы. А вечерние новости президент будет смотреть по новому лазерному телевизору, который ему там и подарили. Плагодарить за участие, посещение нашего новоционного центра. Это действительно нам знак. И спасибо вам, что нашли время. Самое дорогое время, ее не остановишь и не вернешься, решите вам вручить маленький лазерный телевизор. Это телевизор? Да. Правда, сразу после выхода репортажа нашлась точно такая же копия телевизора у одного китайского бренда, но это не важно. Логотип же «Горизонт» значит наш белорусский. А когда Электор 1-1, его нужно забавлять. Вот, например, один из представителей пропагандистов на эфире у Соловьева принялся размышлять о белорусах. Да так, что сам Соловьев от такого прифигел. Белорусы тупые. Конкретно тупые люди. Политически безграмотные. Прекрати, ну, Кость, ну даже не близко. У меня, я хорошо знаю, ребят, и прекрати, великий народ, народ-герой, народ-победитель. А до еще одного пропагандиста Григория Азаренко, наконец, дошло ноябрьское видео с мистером Фрименом, и Гришу было уже не остановить. По Беларуси был нанесен удар чудовищной силы. Кто этот агрессор? Оппозиция сама его показала нам. Посмотрите. Я выхожу из дома, чтобы расправить плечи. Жутко, правда? Кто это выходит? Что за демоническая тварь из подвалов, завалов, из тьмы и боли, из зла и грома? Американский телеперсонаж мистер Фримен, мистер Свобода? Что за свобода? Кого от кого? Кто так жаждет сорвать оковы его царица в этом мире? Христианская традиция называет его антихристом. А на политологическом языке это звучит постмодерн. Что это такое? Это когда ребенок видит, как его папа и папа в засос целуются, и ему внушают, что это нормально. Это когда адепты ювенальной юстиции приходят домой, забирают сына или дочь за то, что в холодильнике мало мандаринов. Вот кто напал на нас. И кто встал против этого существа, против мира постмодерна, против отца лжи? Александр Григорьевич Лукашенко, президент Беларуси. Вы подумайте, на кого могут воздействовать такие пламенные речи зомбоящики? А я сейчас покажу вам, на кого. Вот типичный представитель трехпроцентного сообщества. Трехпроцентного сообщества. Слышь, против Лукашенко. Что, не веришь? Давай, давай. Ты чмож. А ты сегодня врач? Ты вчера против Лукашенко. Это чмож. Да, поехавший дед бьет и оскорбляет врача за то, что тот не поддерживал Лукашенко. А милиционеру рядом пофиг. Ну, ведь дед за батьку голосовал, значит задерживать нельзя. Что-то давно не было достижений белорусского IT. Вот, например, новая сверхтехнологичная разработка по уборке снега. Зато миллионы кредита потратили на дубинки и форму для карателей. Правильные приоритеты. Ну и под конец вам немного уютной атмосферы белорусского Нового Года. Надеемся, у вас он начался так, как вы хотели. Это вертикальные новости из Белоруссии. Я Алексей Сознательный Гедонис. Смотрите нас через неделю. Ставьте лайки. Пока. Люблю вас. Вертикальные новости из Белоруссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова